Уважаемые коллеги, 17 октября. Доброе-доброе утро, Сибирь и Дальний Восток. Поставьте, пожалуйста, плюсики, слышно ли меня. Ура! Ура, меня слышно! Отлично! Друзья мои, у нас уже, наверное, стала традиция начинать с такого потрясающего ролика, тем более, когда мы с вами давно не виделись живую. Это, наверное, особо как-то трогательно, что ли, что мы все друг друга здесь увидели, родные лица. И, коллеги, я сегодня начинаю с новых статусов. И вы знаете, несмотря на то, что мы с вами изолированы, да, и уже месяц сидим на самоизоляции, уже второй пошёл, да, тем не менее это не мешает открывать и закрывать новые статусы. И сегодня я вам просто с невероятным, большим удовольствием объявляю наш новый статус Татьяна Мещерякова, закрытый золотой директор. Вот прямо бурные аплодисменты, потому что Танечка сделала это. И, вы знаете, я вам скажу больше. Как вы помните, да, мы поздравляли Татьяну не так давно с закрытым статусом серебра. И это было ровно год назад. Прошёл год, и Таня не просто закрыла статус золотого директора, Таня открыла рубин, и она уже два каталога держит статус рубинового директора. Можете себе представить? Вот такая наша Танюша Молочина. Я вот просто невероятно горжусь, что есть такие, что у нас такая крутая команда, такие крутые люди. И у Татьяны сын, Вячеслав Мещеряков, он тоже очень активно сейчас развивается в нашем бизнесе, несмотря на то, что он у нас МЧСовец, да, у него есть основная работа, и тем не менее он уже тоже открыл статус старшего директора. Ну и, конечно же, я приглашаю Татьяну. Танечка, подключайся, потому что, я думаю, все с нетерпением ждут твоих слов. Тань, всё, включай микрофончик, мы тебя ждём. Всё слово, Тантьяне. Доброе утро. Поставьте плюсики, если вы меня слышите. Точно, все слышат. Я очень рада приветствовать вас, потому что вас всех, кого я знаю, я очень люблю, вы для меня все являетесь примером. Ну, хочу сказать, вот на такую большую аудиторию, с таким выступлением я первый раз. Поэтому, конечно, очень волнуюсь. И, кроме того, есть рассказать много, а времени только две минутки. Поэтому я поделюсь тем, что я маленько знаю. Но, в первую очередь, я, как в любом деле, есть принципы. И я вам хочу сказать всем, что нужно, никогда не нужно забывать, что наше дело это командный бизнес. Фуберлик это командный бизнес. И один ты в поле не воин. Поэтому я об этом твердо знаю и говорю каждому, кто приходит ко мне именно зарабатывать деньги. Но я хочу вам искренне признаться в любви. Ну, всегда же любят кого-то, да? Без любви-то никак нельзя. И я хочу признаться в любви к Марии Владимировне. Вы, наверное, меня поддержите и поставите плюсики, что вы ее все любите, потому что это наша настоящая зажигалочка. Может быть, так сказано скромно, но, наверное, к зажигалочке это просто факел. Мы все ее любим. И если бы не было у нас такой Марии Владимировне, мы, наверное, точно бы не состоялись. Потому что это близкий друг. Спасибо тебе, Мария Владимировна, за все, что ты для нас делаешь. И хочу признаться еще в любви своему наставнику Эдуарду. Мы с ним уже много лет, с 2001 года. Он мне показал путь. Я знаю про него все. И я его очень уважаю. Поэтому он также сделал для меня очень много. Ну, и в первую очередь в своей команде. это Ольге Петровне Новиковой, Марии Владимировне Родионовой, это Вере Смирновой, это моему сыну Вячеславу. Я благодарю за их кропотливый такой настойчивый труд. Ну, вот это мое признание, признание, потому что без этого ну никак у нас нельзя. Без такой любви. я пришла в компанию, мы влились в компанию в 2011 году, а до этого я была знакома с сетевым маркетингом 2001 года. Я была уже в таких званиях, было много директоров, но всегда бывает момент, когда обнуляешься, ну, остаешься один по каким-то причинам. Ну, люди уходят, название меняется, люди страдают, переживают. Я как-то не меняла позиции свои. Звали крутые бизнесмены, собирались, покупали меня, но я не уходила. Я оставалась и думаю, кругом же люди, как я могу уйти, как у меня наставник, у него верхний наставник, такие долгие годы, поэтому у меня была верность, хотя не оставалось ни одной копейки за душой. И вот в одиннадцатом году мы присоединились, и за мной пошли только два человека, команды наши рассыпались, и вот я горжусь, что с 2011 года мои девочки выросли до звания директора. Да, долго. Да, казалось, что ну вот, так долго, и так зарабатывать деньги, но можете представить, что какой статус они закаленный получили. И я на самом деле знаю их таланты. Хочу вам сказать, каким образом мы работаем. Раньше мы собирались, не было такой технологии. Собирались в офисах, встречались, хоть было расстояние, пекли пироги, планировали, ездили на маленькие события, на большие события. Поэтому у нас был тот план. Сейчас мы что делаем? По рекомендации, я же не забираю все лавры, Марины Родионовой создали площадку Zoom. Ранее была площадка Proof.me. Собирались лидерской командой и собираемся. конечно спорим, не соглашаемся, что нужно делать. У каждого из директоров свои планы и действия, потому что наш бизнес таков, потому что талант каждого он виден и профессиональные навыки. Для меня важно на самом деле принцип употребляй продукт, говори постоянным людям и бывай на событиях. Вот такие же планы и у моих директоров, но у них разный потенциал. Оля Новикова ведет такие праздники, праздник нового каталога, там вебинары разные, обучение, только в своих чатах, да, я об этом знаю. Марина Родионова, она ведет совсем другое, ведет stories прекрасные, инстаграм ведет, правильные фотки, ну, это ее задел, да, Вячеслав делает, ну, интернет, у него это просто прет, он обучается, он такой вот трудоволик, а я-то тут при чем? вот, Вера, Вера, она показывает одежду, вот, она только приглашает, а я смотрю и помогаю, снимаю видос, она может провести, сказать, приходи завтра, и я в большом торговом центре показываю одежду, можете представить, что делает, она ищет из посетителей моделей, мы выступали, я с ней выступала в качестве, там, спонсоров разных, давали продукт, потому что внизу стояла корзина, вот, и туда кидали, ну, благотворительность, вот, она занимается, это ее профи, я-то опять тут при чем? А я только слушаю и поддерживаю, я не указываю, но с каждым мы обсуждаем, ну, приток новых консультантов, какой он пришел, каким образом, как к нему подойти, как бы ему не навредить и вот эти, вот этой движухой, напором, просто его не испортить, чтобы он полюбил нас и что он увидел именно бизнес, потому что когда приходят все и говорят, вот, бизнес, ну, а где тут деньги? Вот, эти были методики до того, как у нас пришел этот злой, это, злой, ну, злодей, коронавирус, что нам делать? Нам делать на удаленке. И сейчас каждый из нас, хотя никак не принимал он интернет, и каждый из нас, кто не владеет этим, стал обучаться, в первую очередь и я, я это так далека, я так горжусь красноярцами, я так горжусь томичами, вот, я так горжусь Таней Киреевой, как это все, это делается ловко, но мне не стыдно спросить, что я не умею, и такой у нас принцип, что спрашивай, не бойся, тебя же просто не обидят, абсолютно. И вот, что я хочу, по каким принципам стараемся мы работать, по каким принципам работать, здесь я маленько тут скорректировала. Вот, самое главное, человек приходит, зайди с улыбкой, чтобы была улыбка, потому что многие люди даже заходят, у них лицо какое, они же не знают, куда идут, будь в курсе всех событий. Это вот такие вебинары, когда ты будешь в курсе всех событий, тогда уже ты будешь в системе. Вот, и говорим, что мы не любим предательство. Самое интересное, что мы проводим и сейчас переведем это в онлайн, это клубные встречи. Клубные встречи были у нас в офисах, а теперь у нас будут клубные встречи онлайн. Как это сделать? Идея пришла к нам, и мы ее сейчас возобновим, потому что клубная встреча очень дает большой результат, когда каждый, допустим, к любому празднику мы выдаем клубные карты. У меня такая клубная карта интересная, где сплетение рук сделали, каждому выдавали, и люди приходят, и разные темы у нас на клубных встречах, но цель клубной встречи какая? Каждый выступает, народ уже приходит, но человек 15, не больше, офис маленький, и мы говорим, что клубная встреча, он приводит новичка, и человек, который приходит, он видит, что выступают люди не, ну как, не со стороны, а выступают люди и профессионалы, и те, которые хотят научиться. Вот. Один раз в год мы выезжаем командой в Березовый уют. Это такой профилакторий или санаторий, красивое место. Вот ездили мы как раз, наверное, после 8 марта ездили, но сюда мы приглашаем нашего наставника Эдика. Он такой заводиловка и всегда завершает, ну, результатом. После этого идет очень большой такой эмоциональный подъем. Это вот два, две таких, два мероприятия, которые мы всегда проводим. Ну и сейчас надо как-то это переводить онлайн, изучать YouTube, изучать многие функциональные действия. Ну, что я хочу сказать? Хочу сказать, что вот я тут сама написала, что я пришла сюда за деньгами. И на самом деле, когда есть вера и поверишь, что есть деньги, есть путешествия и мы показываем дорогу. А как дорогу показать? Есть события. И события теперь нам нельзя ездить, но у нас есть главное событие, которое пройдет 17 октября. Вот на это событие сейчас нужно просто приглашать людей, рассказывать. И тогда на самом деле они увидят картинку, потому что у людей нет картинки. Все мои директора вывозят людей на любое событие. Один никогда, одни они никогда не едут. Будет это результат, там не будет, но человек останется даже потребителем. Ну, хочу еще сказать, ну, признайся в том, что ты это сможешь делать, потому что ты только личность, ты только личность. Вот. Из маленького человека, который приходит в бизнес, приходит в бизнес, из маленького страха получается большой лидер, потому что вы могли преодолеть ему этот страх. Я советую прочитать вам две книги. Это Брайт Тресси «Достижение максимума», пусть она у вас будет настольной книгой, и Ричард Кох «Это 80 на 20». Приобретите, найдите онлайн, там есть все, как управлять временем, как управлять действием. Ну, вот мое коротенькое такое выступление. Я бы еще поделилась, но у меня время ограничено. Спасибо вам за вчерашнее поздравление. Оно было юморное. У меня еще был день рождения, почему-то меня поздравляли два дня. Вот, спасибо вам, спасибо коллегии, потому что на самом деле сибирского региона и консультанты Кемеровской области они самые лучшие. Вот все, спасибо за внимание. Спасибо Татьяне, Танечка, спасибо огромное, да, если честно, да, у Татьяны вчера еще был день рождения, реально все чаты Кемеровской области и лидерские ПВ были просто взорваны, потому что в понедельник все Татьяну поздравляли с закрытым золотом, а вчера во вторник с днем рождения. Татьяна, вот только вперед, потому что я вот уверена наверняка, что к конференции к московской у тебя уже будет рубин, и там на сцене тебя уже именно с ним и поздравят. Все, браво, Татьяна, с двумя тебя достижениями. Спасибо огромное, если честно, я прям на первых словах Татьяны просто разревелась, прям так трогательно, спасибо большое. Друзья мои, ну а мы с вами идем дальше, и нас с вами ждут невероятные новинки в этом седьмом каталоге. Компания просто продолжает нас бесконечно баловать и радовать. И смотрите, какие у нас три невероятных ультро-кондиционера появились новиночки уже в этом каталоге. Коллекция называется ароматерапия. И здесь смотрите, три ароматных просто кондиционера с запахом. Это розовый бархат, восточный пион и золотой орган. Вот, и при стирке вещей с добавлением вот этих невероятных ультра-кондиционеров, да, не только будет смягчение ткани, но и аромат останется невероятный. Поэтому выбирайте то, что вам близко по вкусу, да, по запаху и, конечно же, пользуйтесь этими новиночками. И, конечно, тоже компания Насбан скидка 70% у нас, 45% в седьмом каталоге. И мы можем его уже приобретать за 118 рублей. Вот, так что берите, штука важная и очень нужная. Но идем дальше. И наша с вами компания продолжает нас просто баловать одеждой. Мне кажется, вот одежда это вот просто для девчонок, которые, я думаю, что наверняка уже все разобрали свои гардеробы, перетрясли свои шкафы, убрали оттуда все ненужное, освободили полочки и вешалки. И поэтому сейчас нам с вами нужно по-новой заполнять наши шкафы и радовать себя девочек, потому что у нас сейчас пока мы сидим дома, есть время подобрать себе очень крутой гардероб. И у нас в седьмом каталоге новая коллекция Сисонс, то есть это Сия, это море, Сисонс, то есть сезоны, морской сезон. и в этой коллекции опять-таки у нас смотрите красная, синяя, белая, вот эти яркие невероятные цвета. И вы знаете, что я для себя в первую очередь тоже взяла? Обратите внимание, белая блузка, белая блузка, которая у нас вот на этой картинке справа. Вы помните, у нас прошлым летом была такая же черная? Это просто моя самая любимая блузка. Я их даже уже две можно сказать сносила. Такая же белая в этом каталоге и такая же синяя. Представляете, это блузки невероятные. Я себе уже взяла и то, и другое. Поэтому это то, что должно быть в гардеробе каждой девушки. Вы помните, что у нас белых блузок должно быть много. Об этом говорит не переставая Наталья Платко. И белые блузки у нас в этой коллекции. Их там, по-моему, штуки три, даже разных. Поэтому обратите внимание и возьмите себе белые блузочки. Безусловно, вот этот вот сарафан синий, это просто отрыв головы. Невероятный. Вот он тоже у нас было что-то наподобие. Помните, Бурматиков показывал коллекцию прошлый год и санремо в коллекции санремо был черный такой сарафан, а это синий. Вот по силуэту это очень похожие штуки. Я помню, та коллекция у нас ушла просто за пять минут, по-моему. Поэтому сейчас есть возможность купить такой невероятный синий сарафан. Ну и, конечно же, вот эти вот и шорты, и пиджаки, и платья. А какие невероятные маечки в этой коллекции. Поэтому, девчонки, открываем каталог и берем все, что радует глаз, потому что ну очень все круто. И компания наша добавляет еще к нашим коллекциям, которые из одежды добавила обувь. Обувь просто невероятная. Здесь смотрите вам на выбор. Вы можете взять кроссовки и можете взять вот эти кеды. Кстати, кто смотрел видеоотзывы уже вчера у нас по этим кедам и по всем нашим вот этим босоножкам на нашем канале YouTube появились видеоотзывы. И спасибо Инне Филипповой, которая уже сняла вот эти новиночки, она дежурит в видеоотзывах. И вот эти вот, представляете, вот эти кеды, они не просто тряпочные, они как с эко-кожи, то есть как бархатные, то есть когда вы их берете руками, просто невероятные, да. Если вы хотите как из лаковой кожи, видите, внизу из лаковой эко-кожи есть такие кеды. Вы знаете, я хочу и то, и то. И замши, это мой любимый, моя любимая замша, и, конечно, лаковая кожа, это очень круто. И, безусловно, я себе уже сразу же выписала вот эти босоножки, которые босоножки именно, да, бежево-белые, потому что, мне кажется, они универсальны. Во-первых, они без каблука, очень удобные, и они какие-то идеальные, на мой взгляд, подходят ко всему. Ну, и шлепки для пляжа, для пляжа и города. Вот таких у нас три вида шлепок. Поэтому заходите на наш канал YouTube СИБДВ и смотрите все эти видеоотзывы, увидите прям живую, как это все выглядит. И Инна еще дает рекомендации по размерному ряду. Также вот еще вот такие кеды у нас появились, тоже обязательно берите. И бижутерия. Про бижутерию тоже в начале нашего вебинара я включала видеоотзывы, видеоролики. Поэтому все тоже очень оригинальное, очень доступное. И мы можем каждому наряду, каждым туфелькам и сумочкам подбирать еще себе вот такую потрясную бижутерию. Поэтому, девчонки, к лету можно сказать, мы просто готовы. Вот. Ну, и наша компания балует не только девочек, да, но и наших мужчин. Причем не только наших мужчин взрослых, но и наших мужчин маленьких. И наша коллекция, наследие в этой коллекции появились новинки и для мальчиков, и для мужчин. Да, мы красивые будем все это однозначно, Наташ, потому что компания, да, вот нас радует, радует такими потрясными трикотажами, футболками. И, безусловно, мы все это берем и к лету готовимся. Карантин уже вот-вот у нас закончится, его продлили всего лишь до 11 мая, и я думаю, все, мы как раз-таки все нарядные, красивые, уже пойдем в люди. И для наших мужчин, да, также не только одежда, но и очки, да, наши, про которые я говорила на прошлом вебинаре, потому что у нас для мужчин очки вот эти, пилоты, которые они универсальны, я сама их очень-очень люблю. И, конечно же, обувь, кеды, кроссовки, вот такая обувь. То есть, будет у нас не только в одежде красота, но и в удобные обуви. Так, ну и, друзья мои, вы же помните, что у нас объявлен конкурс, кто хочет попасть в каталог Фаберлик. Девчонки, мальчишки, кто уже выполнил условия конкурса? Скажите, кто в нем уже поучаствовал? Поставьте мне, пожалуйста, плюсики или там я, да, кто уже, уже, ура, Таня, молодец, ты уже стала моделью Фаберлик. Так, а еще, только Таня у нас одна. Девчонки, ну вы что, я помню, что в прошлом каталоге, да, мы прям все активны были в чате, и что мы все заявляемся, да, и что мы все заявляемся на обложку каталога, да, стать моделем, стать моделью. О, Оксана, молодец. Да, образ должен быть полностью от Фаберлик. Вот, и смотрите, да, какие у нас условия, чтобы стать моделью Фаберлик. Еще у вас есть шанс. Вот, и смотрите, чтобы твои фотографии появились на страницах каталога. Для этого нужно участвовать в конкурсе в Инстаграм и стать лицом новой коллекции одежды. То есть, смотрите, коллекция одежды у нас именно 2020 года. Вот, именно коллекции вот этих наших свежих последних каталогов. какой приз, да, участие в съемке осенней коллекции Фаберлик, что нам нужно будет сделать, да, время приведения съемки это июль-август 2020 года, фотосессия займет один день и все будет за счет Фаберлик, естественно. Что нужно сделать, да, какие правила? Правила очень простые. Опубликуйте свои фото в одежде Фаберлик из коллекции 2020 года в Инстаграм до 2 июня. Девчонки, у нас с вами еще есть месяц и чуть-чуть, чтобы стать, да, чтобы стать участником именно коллекции в каталоге. Поэтому, девочки и мальчики, у всех есть Инстаграм, все большие звезды и молодцы, потому что, правда, уже все активно продвигаются в Инстаграм. Вот, поэтому смотрите, опубликовать необходимо свое фото в одежде, да, в новых коллекциях Фаберлик. Обязательно отметьте аккаунты, да, в своем посте. Это Фаберлик официал и Фаберлик фэшн стайл. И пост необходимо в посте прямо написать, почему именно вы должны быть лицом новой коллекции и как работа с истилистами Фаберлик изменит вашу жизнь. И смотрите, какие нужно ставить хэштеги. Хочу в каталог Фаберлик. Все очень круто, все очень, очень просто и достойно. Поэтому, девчонки, я знаю, что вы все выкладываете посты в Инстаграм и все практически в одежде от Фаберлик. Но почему вы не сделаете такой пост, чтобы попасть в каталог и чтобы стать моделью? У всех есть одежда Фаберлик. И вы знаете, здесь еще в мае с девочками фотография должна быть не массовая, не общая, а ваша личная. Девчонки, еще смотрите, какие есть идеи. Спасибо Жене Першиной за такие подсказки. Смотрите, если вы не знаете, как написать пост про моду и про стиль, вы же хотите попасть в каталог. Конечно же, вы напишите, почему именно вы должны быть лицом новой коллекции, но и вы можете в посте в своем написать какие-то известные цитаты, цитаты о моде. Вы знаете, я просто в поисковике набрала 50 лучших цитат о моде и стиле. И буквально то, что я вам прочитаю. Первая цитата. «Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир». Мерлин Монро. Скажите, эту фразу можно раскрыть и написать просто шедевральный пост. Для того, чтобы быть незаменимой, нужно всегда быть разной. Коко Шанель. Так что, девчонки, берем крылатые фразы от наших дизайнеров, от наших известных личностей, да, и можно посты писать хоть каждый день в разных одеждах, ставить хэштеги, отмечать аккаунты наши официальные и попадать в каталог. Все. Да, давайте сделаем такой тоже флешмоб. Сейчас у нас Сибирь и Дальний Восток просто флешмобят бесконечно в Инстаграм. Получается все очень круто. Да, берем такие крылатые штуки. Ну, и, друзья мои, хочу вам сказать, что у нас с вами осталось два дня, сегодня и завтра, чтобы попасть в школу моды и стиля. Кто еще туда не записался? Кто хочет попасть? Первый, первый набор уже активно там учатся, и я есть тоже, мы с Женей есть в этом чате, мода и стиль. Он просто кипит, какие там невероятные конкурсы, какие там невероятные фотки. Вот, поэтому подать заявку вы можете только сегодня и завтра и учиться в этой школе мода и стиля, потому что это направление, оно мега крутое, оно мега популярное. Наши каталоги очень много, в наших каталогах много одежды, и мы можем продвигать и себя профессионально в этой области, и, конечно же, делать мир краше. Поэтому, да, только до конца апреля заходите и записывайтесь в школу моды и стиля. Вот. Ну, и что еще хочу сказать. У нас те, кто учатся в школе мода и стиля, и наши лучшие пункты выдачи еще получают такие прекраснейшие лукбуки. Это такие книжки, где не только наши модели, да, описаны, но и образцы ткани прикреплены. Вот. Поэтому всем, кто у нас запишется в школу мода и стиля, я так думаю, все получат эти прекрасные лукбуки. Давайте я сейчас вам покажу, давайте сейчас я вам покажу ролик. Спасибо Ларисе Шевцовой. Она этот ролик записала, она получила лукбук. Посмотрите, какие-то прекрасные книги. Ларисе Шевцовой. Ларисе Шевцовой. Ларисе Шевцовой. Ларисе Шевцовой. Три. Ларисе Шевцовой. Соседжи. Я хочу обнимусь Продолжение следует... Спасибо. Поэтому, друзья мои, становитесь профессионалами, будьте в модной теме и получайте еще за это такие подарки. Ну, а мы с вами идем дальше. У нас с вами появились еще вот такие новиночки. Тоже сегодня перед началом вебинара я крутила этот ролик. Смотрите, летом в защите, да, в защите нуждается не только наша кожа, но и наши волосы. И для наших волос компания сделала такую обалденную лимитированную серию на лето, да, в которой вот есть шампунь, бальзам и маска для волос, чтобы наши волосы были также защищены от солнечных лучей и были здоровыми, красивыми и ухоженными. Поэтому вот такая вот защита, компания заботится о нас. Поэтому, безусловно, на лето берем тоже вот такую линейку. Я уже ее тоже взяла, потому что лето, вот оно, и волосы нам тоже нужно беречь и защищать. Так, идем дальше. И вот такие у нас новинки появились, которые наши корректоры. Вы помните, у нас корректоры давно такие уже были, были они на расхват, и сейчас в линеечке Glam Team у нас появилась вот эта линейка. Вы знаете, тоже есть ролик на эту тему. Спасибо Инне Филипповой, которая про все новинки сняла эти ролики, поэтому заходим в наш YouTube и смотрим все ролики по новиночкам. Они на минутку ровно, поэтому можете делиться в чатах со своими клиентами, консультантами и покупать наши новиночки. Вот, и смотрите, да, тут три корректора, и каждый корректор отвечает за свою область какую-то, да, за свою зону коррекции. Розовый корректор скрывает пигментные пятна, да, и нейтрализует желтый подтон кожи. Также лавандовый корректор устраняет нездоровый желтоватый цвет лица, и зеленый корректор нейтрализует покраснение. То есть это три разных корректора для разных случаев жизни, что называется, и для разных типов кожи. Поэтому, да, то есть точечная проблема, с которой можно справиться. Берем корректоры и будем красивые. Ну, и для нашего летнего ухода, да, у нас яркая-яркая водостойкая косметика и наши водостойкие тени. И здесь, вы знаете, мне очень понравилось, как написано вот именно в этом, в аннотации к этим теням, да, что тени для век подчеркивают цвет глаз и делают взгляд выразительный. И что у каждого есть свои фавориты, да, кто-то использует аппликаторы, другие используют кисточки, а некоторым достаточно подушечек пальцев, да, чтобы наложить тени. А мы предлагаем элегантное решение тени для век в стиках. И компания для нас приготовила четыре оттенка. Это серия Sport & Plash. Здесь фиолетовый, золотистый, золотисто-коричневый и темно-коричневые цвета. Вот, поэтому, если вы любите делать такие красивые стрелки и делать это вот такими карандашами, тени-карандаш, то этот продукт абсолютно точно для вас. И он водостойкий. Вы можете плавать в бассейне, купаться в море, как только у нас уйдет карантин. И ваши тени останутся на ваших глазах. Ой, девчонки и мальчишки, но то, что нас ждет дальше, вернее, уже доступно для вас в заказах, это книги. И вы знаете, я купила все. Я почитала, что же в этих книгах, и я решила, что мне нужны все книги. Я их купила. Потому что, знаете, поняла, что у нас началась самоизоляция, а мне некогда даже почитать. А читать я очень люблю. И я поняла, что мне этого вот сейчас прям не хватает, как воздуха, взять и почитать книжку. Я думаю, что многие из вас тоже, да, еще не читали. Скажите, кто обрадовался книгам? Кто уже себе их заказал? Девчонки, мальчишки, кто уже заказал книги? Кто тоже вот им порадовался так же, как я? Уже даже получили! Круто! Круто, молодцы! И вы знаете, мне что больше всего понравилось, да, что здесь 8 книг бестселлеров, да, что здесь именно 8 книг, которые вообще посвящены абсолютно разным сторонам человеческой жизни, да. Здесь и бизнес-отношения, здесь самоорганизация, достижение целей. Здесь абсолютно все, да. То есть, знаете, вот когда я все это читала, мне показалось, что это как вот прям колесо баланса, чтобы для полноценной сбалансированной жизни ты должен быть, ну, во всех сферах силен. И вот именно эти книги, они про все, да, каждая. И девчонки, и мальчишки, я прям вот искренне люблю нашу компанию за то, что она заботится так о нас. Поэтому у нас с вами еще есть две недели пока, да, официального карантина, и мы можем все это прочитать. Ура! Поэтому берем книги и наслаждаемся, наслаждаемся чтением. Ну, друзья мои, еще у нас, тем не менее, наш потрясающий каталог, в нем все есть, много новинок, но, тем не менее, случаются у нас опечатки. В этом каталоге они у нас тоже есть. Вот, поэтому на задней обложке каталога, наверное, самое у нас такое, да, яркое, что как раз-таки про новичков, акция про новичков, что у нас здесь вместо кислородного отбеливателя Extra White должно быть изображение кислородного пятновыводителя. То есть новички у нас в этом наборе получают пятновыводитель. Вот. Ну и, собственно, вот еще две опечаточки. Коллеги, еще хочу вам поделиться, рассказать очень важную новость. Конечно же, она уже не совсем новость, да, но, тем не менее, еще не все про нее знают, что на всех, абсолютно на всех наших региональных складах сейчас работает Почта России. Как вы помните, раньше на почту можно было, заказ через почту можно было оформить только из Москвы. Это стоило бешеных денег, да. Сейчас компания для нас сделала просто невероятные условия. И сейчас на каждом региональном распределительном центре заключен договор с Почтой России. И компания частично, безусловно, датирует, да, все эти отправления, отправки через почту. Ну и, тем не менее, это стало гораздо дешевле, потому что это внутри региона, внутри региона у Почты цены другие. И теперь наши самые, что называется, глухие дальние деревни могут спокойно получать на Почту свои заказы там, куда мы не могли дотянуться с вами. Сейчас это возможно, поэтому, друзья мои, браво, браво нашей компании за такие невероятные подарки. Ну и, конечно же, для тех, кто боится выходить из дома, здесь можно заказать курьерскую доставку, она будет стоить точно так же. Стоимость доставки такая же, да, как у нас и на пунктах выдачи абсолютно, вот, и посылку эту, индивидуальный заказ принесут к вам домой. Да, новость потрясающая, поэтому пользуйтесь, пользуйтесь Почтой России, заказывайте, выбирайте в формах доставки. И даже самая, я говорю, самая глухая деревня, вот до многих реально мы не могли дотянуться. Сейчас это возможно. И, друзья мои, я надеюсь, что это останется, что это останется для нас навсегда, искренне надеюсь. Коллеги, ну у меня для вас еще одна потрясающая новость. Вот это просто, я не знаю, фанфары, я не знаю, фейерверки. Вот, я вас торжественно поздравляю, с 12 мая на РРЦ Новосибирска у нас стартует индивидуальная сборка. Ура! И хочу сказать, что сейчас склад тестирует, перестраивает все свои сборочные линии, потому что у нас, как вы знаете, да, сейчас их три. То есть есть линия сборочная основной продукции, где у нас декор, кислород, парфюм и так далее, и так далее, да, наши крема. И есть еще две спецупаковки, спецупаковка с одеждой и спецупаковка с бытовой химией. Теперь вам не нужно будет разбирать эти кучу коробок из одной спецупаковки, из другой спецупаковки. У вас каждый заказ будет упакован индивидуально. Да, вот такая вот ура-ура, вот такая вот шикарничая новость. Ир, тестовый режим, он сейчас идет перестройка, да, и сейчас уже многие задают вопрос. Смотрите, уже частично бытовую химию переместили на основную. То есть уже губки идут, мыло для кухни, они уже на основной линии. То есть частично уже все это добавляется, добавляется, добавляется в основную. То есть идет сейчас процесс пересборки, да. И с 12 мая это уже, это не тест-сбой, с 12 мая уже все заказы будут индивидуальные. Вот, ну смотрите, коллеги, если заказ, ну, собственно говоря, ну, нормальный, то есть коробочки будут и маленькие, большие, абсолютно всякие разные. Но если заказ сильно маленький, да, например, заказали, ну, там просто, я не знаю, 5 помад, да, то в одну коробочку их, как бы, складывать, наверное, не совсем логично. Или когда заказ разбивается на две части, вы тоже знаете, да, и там, например, одна футболка. Вот. То будут еще и варианты, что в одной коробке будет запечатано несколько заказов, но каждый заказ будет в индивидуальном пакете, собранный полностью. Одежда тоже будет в этом пакете. И одежда, и бытовая химия, и парфюм, и декор, все будет в одной коробочке, либо в одном пакетике, в одной коробочке несколько, если это будет, ну, прям сильно маленькие заказы. Но будут в основном все в одной коробке один заказ. Вот так. Ничего себе, Ира, не плачь. Да, счастье, да, новость, конечно, потрясная. Но, друзья мои, сейчас пока переводится только Новосибирск. Я думаю, что Дальний Восток, возможно, это будет следующий этап. Сейчас именно на Новосибирском РРЦ занимаются все, что называется, логисты нашей компании. Вот, поэтому пока это Новосибирск. Вот смотрите, эти заказы индивидуальные, наверное, проверять, Наташа, не надо. Надо проверять, когда приходит к вам консультант за заказом, вы при нем вскрываете эту коробку и вместе с ним проверяете. Вот, поэтому, конечно, это упрощает, да, упрощает всю работу, особенно больших пунктов выдачи, это как гора спричь. Вот, коллеги, ну, только здесь есть один нюанс, да, здесь количество коробок, вы сами понимаете, гораздо увеличится. Поэтому, коллеги, у кого грузчики за коробки, да, вам надо с ними заранее этот момент сейчас уже утрясать. Потому что, Ларис, тяжелые будут, безусловно, если это один заказ тяжелый, как бы как, да, конечно. Но все равно размер коробок у нас сильно больших коробок нет, то есть вот какие они у нас сейчас есть стандартные. Вот, если один заказ тяжелый, то он будет, да, в одной коробке. Вот, если заказ легкий, то он будет легкая коробочка. Да, времени освободится много, поэтому, коллеги, да, у кого грузчики не на ставке, а на количество коробок, поэтому сейчас вам нужно будет лидерскими собраться и это обсудить. Вот, ну, вот такая потрясающая новость. Вот, ну, я передаю, я передаю слово Евгении. Жень, подключайся. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю встречу. Да, прям в коробках будет. Каждый заказ в одной коробке. Все, я отключаюсь. Пока-пока. Коллеги, здравствуйте. Мария, спасибо огромное. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно. Я очень рада всех вас видеть сегодня, читать. С удовольствием слушаю Марию, читаю, что вы пишете в чате. Ну, и продолжим сегодня разговор об основных акциях, об основных программах, с которыми мы работаем в этом периоде, да, и, ну, которые у нас пролонгированные, да, на несколько периодов идут. Сейчас мы все это обсудим с вами обязательно. Ну, мне бы, конечно, хотелось начать вот с такого, наверное, приятного момента. И у нас с вами апрель-то уже, в принципе, можно сказать, за плечами, да, остался. Мы почти что с вами уже уверенно ворвались в лето. Еще май остался, прекрасный теплый месяц, который на таком, да, является рубежным между весной и летом. И мы хорошо идем, уверенно идем в лето, и по пути успеваем даже, вот, можно сказать, да, входить в разные топы, занимать разные классные места, вот, о которых мы пишем, о которых вы читаете, конечно же, но есть вещи, которые мне хочется еще раз проговорить, и я думаю, что вам будет тоже приятно еще раз об этом услышать. Мы очень сильно гордимся тем, что наш санитайзер Фаберлик, что он расположился на третьем месте в топе самых обсуждаемых проектов против пандемии. Читали, да, наверняка. Это очень здорово, и это такой топ, ну, как получается, полностью всей страны, и третье место в нем заслужить, это дорогого стоит. Ну, чтобы все понимали, да, нашими ближайшими соседями по этому топу стали Яндекс и Сбербанк. Поэтому давайте вместе с вами поаплодируем еще раз себе, еще раз нашему замечательному продукту и компании, с которой мы с вами с удовольствием сотрудничаем. Итак, напоминаю о том, что у нас были продлены, да, мы с вами об этом говорили, но еще раз проговорим, были продлены сроки действия акций, и у нас эксклюзивный подарок всем VIP, это наш мультиповар, теперь 14-13 периода, чуть позже я вам подробнее расскажу еще раз. Далее, мотивационная поездка директоров Фаберлик в Турцию до 14-го периода, но не забываем о том, что 100 баллов личного объема 19 периодов мы с вами должны выполнять. Далее, VIP-программа. Напоминаю, что она у нас была, ну, сохранена, да, зафиксирована по итогам четвертого периода. Это как раз вот тот период, когда мы его заканчивали и входили с вами в карантинные меры. Помните, да, что нам закрепили наш VIP-стаж, вот, поэтому сейчас уже, если, конечно, получается все благополучно выполнять, то VIP-стаж автоматически продолжается, да, то есть он прибавляется, если по каким-то причинам не получается, то он будет продолжаться ровно с того момента, когда получится выполнять снова 100 баллов. Ну, я надеюсь, что, в принципе, у всех все сейчас на данном этапе, ну, достаточно благополучно. И в акции мы эксклюзивный подарок участвуем и даем результаты, и VIP-стаж тоже стараемся сохранять. Далее, Faberlic Club – это наши бонусы, да, также напоминаю, что они у нас сохраняются по итогам пятого и по итогам шестого периода, да, независимо ни от чего. Были заказы, не было заказов, все бонусы по Faberlic Club сохранены. Вот, ну, и также напоминаю, что если у ваших новичков вдруг по каким-то причинам не получилось выполнить какой-то из шагов стартовой программы, то в обратную связь можно обратиться для того, чтобы восстановить его и продолжить участие. Это тоже как такая льгота на период карантинных мер. По нашему мультиповару, да, ну, в акцию консультанты у нас все включались по-разному, да, то есть в разный период многие вошли в нее. Теперь необходимо нам внимательно выполнять условия, да, если были такие периоды, когда 100 баллов вдруг не делалось. Ну, давайте прямо посмотрим сейчас на следующем слайде, потому что будет очень хорошо видно, да, наглядная картинка в связи с тем, что самоизоляция у нас, были пропуски, да, может быть, у кого-то. Кто-то, может быть, выполнял в четвертом, не выполнил в пятом, выполнил в шестом, да, ему нужно продолжать. Кто-то, может быть, делал 100 баллов в четвертом, то есть он вошел на участие в акцию, но не делал в пятом и в шестом. И сейчас в седьмом каталоге как раз можно вернуться к участию в данной акции. Табличка у вас, в принципе, это есть. Если нет, мы вышли еще раз на всякий случай, чтобы она была под рукой, потому что она такой хороший инструмент, очень наглядно можно посмотреть все. Ну, у нас, тем не менее, да, не закончилась, как мы надеялись, самоизоляция. Она продолжается, поэтому, возможно, в данную акцию будут еще внесены какие-то корректировки. Поэтому я здесь прошу вас, конечно, максимально быть на чеку, следить за новостями, если будет что-то обновляться, если будут информации, чтобы она не прошла мимо, потому что мы-то стараемся ее, конечно, во все чаты полностью отправлять и максимально для наших лидеров доносить информацию. Но тут уже, пожалуйста, читайте эти чаты, тоже смотрите. Коллеги, здравствуйте еще раз. Я давно у вас потерялась. Скажите мне, пожалуйста. Слышно, да, меня? Ну, давайте, давайте я прокомментирую тогда все-таки эту таблицу еще раз. Да, Ирин, спасибо. Давайте, раз вы ее вернули и задали вопрос, я все-таки дам по ней комментарий. Остановимся, да? Лариса, по-моему, задавала вопрос в чате, и я начала на него отвечать. Вопрос был примерно следующий, что получается, согласно таблице, можно включиться в акцию в седьмом каталоге. Я как раз говорю, что согласно таблице, в акцию в седьмом каталоге включиться нельзя, но в ней могут продолжать участие те, кто включился в четвертом. То есть есть, вот видите, в этой табличке прямо видно, что те, кто, например, сделал 100 баллов в четвертом каталоге, потом пятый и шестой пропустил, и в седьмом они тогда продолжают участвовать в акции и по 13-й период включительно. И тогда у них суммарно будет вот тут как раз 800 баллов. То есть у них два периода была пропуска. Либо второй вариант – это если в четвертом каталоге у нас консультант одновременно включался на мультиповар и заканчивал акцию с пылесосом. И он тогда сделал 200 баллов личного объема, то есть у него 100 ушло туда, а 100 ушло вот в эту акцию, которая с мультиповаром. После этого он, например, дважды пропустил пятый и шестой каталог на табличку. Вот смотрите, это самая крайняя, да, я сейчас комментирую ее, самая крайняя колонка. И тогда в седьмом он продолжает участвовать, потому что он 100 баллов сделал в четвертом, вот этот вот момент понятен. Но табличка эта, она у нас была в чатах, я не знаю, наверное, куда-то убежала, мы ее еще вам обязательно пришлем. При этом, коллеги, я еще раз обращаю внимание, что, возможно, по данной акции у нас будут еще какие-то корректировки. Поэтому очень прошу следить за новостями. Хорошо? Все, теперь мы с вами двигаемся дальше. И говорим с вами про новичков. Наталья, да, вижу ваш вопрос. Пожалуйста, скопируйте его во вкладочку «Вопросы». Я чуть позже тогда вернусь еще раз к этой акции и отвечу на него. Хорошо? Мы еще раз откроем и посмотрим. Давайте пока уже я перелистнула слайд и говорим про новичков. Да, 1499 рублей у нас первый шаг стартовой программы. Как я уже сказала, что видно, что набор этот вас очень впечатлил и понравился. Я надеюсь, что новичкам нашим потенциальным тоже это будет очень-очень интересно предложение. И, конечно же, они присоединятся к нам и к компании «Фиберлик» и станут новыми консультантами нашей компании. Еще раз, да, обращаю ваше внимание, потому что были вопросы, что у нас как раз по данной акции на обложке каталога на четвертой допущена опечатка. И вот баночка, да, которая круглая, она немножечко отличается. То есть напечатали ее как отбеливатель, но по факту мы дарим пятновыводитель. В принципе, разница не принципиальная, поэтому я думаю, что и так, и так набор был бы потрясающий и приятный. Вот, поэтому будьте внимательны, просто обращайте на это внимание ваших новичков. Очень полезные, очень нужные, я считаю, подарки в период, особенно когда у нас такая самоизоляция. И сейчас очень многие стараются больше как раз-таки акцентироваться именно на продукции первой необходимости. А тут как раз вот и такой подарок. Ну, а для тех, кто, например, не пробовал, наши новички, да, еще не знаю, это незнакомые с другими средствами косметики для дома, да, то как раз-таки если они сделают первые 24 часа после регистрации заказ, то они получат вот такой чудесный еще бонус дополнительный к подарку за первый шаг. То есть у них еще и будет пробник, да, для мытья посуды, пробник замечательного нашего топового средства для мытья духовок и плит, и пробник концентрированного универсального стирального порошка. То есть поэтому обязательно обращайте внимание ваших новичков, чтобы старались успевать в первые 24 часа, то есть дополнительная такая для них мотивация сделать заказ быстренько, не раздумывая. Вот, далее, что касается у нас как раз-таки еще наших моментов регистрации, да, вот эта новость такая, поэтому прям внимание, внимание. У нас сейчас есть некоторые изменения в системе СМС-оповещения, да, при регистрации новичков наших. Изменения эти касаются только СМС, которые получает наставник, и теперь, если вы регистрируете нового консультанта сами, да, самостоятельно из своего личного кабинета, либо из личного кабинета пункта выдачи, то СМС-ка к вам, как к наставнику, не приходит. То есть вот на это обращаю ваше внимание. Ну, в принципе, с другой стороны, все очень логично, потому что, в принципе, вы регистрируете, вы и так знаете, что вы регистрируете, зачем вас дополнительно еще оповещать, да, зачем лишний раз засорять эфир. Поэтому обращайте на это внимание. Если же новичок регистрируется по реферальной ссылке по вашей, да, либо он регистрируется сам через сайт, то обязательно как наставник СМС-ку вы получите. Двигаемся дальше. Здесь понятно, да? Двигаемся дальше. Для владельцев пунктов выдачи. Коллеги, слайды листаются, все хорошо. Я просто периодически отвлекаюсь, смотрю еще на связь, чтобы у меня эта мембрана двигалась, чтобы я не пропадала. Так, напоминаю вам, что... Спасибо. Напоминаю вам, что у нас по результату февраля был, ну, некое такое закрепление, да, категорийного бонуса, это процент нашего агентского вознаграждения. Вот, разумеется, если у вас идет категория на повышение, да, в марте, в апреле, вот, естественно, размер категорийного бонуса будет увеличиваться. Как увеличивается категория? Но если не получилось, где-то немножко не дотянули, то в связи с нашими карантинными мерами закреплено у вас будет процент агентского вознаграждения по именно результату февраля. То есть вот это все сохраняется для тех, кто задавал вопросы, для тех, кто писал, это у нас остается. Также вот такое тоже обязательно прям призываю сейчас повнимательнее послушать. У нас для пунктов выдачи были отправлены на пункты выдачи средства защиты для сотрудников ПВ. Я вам сейчас проговорю, что, как владелец пункта выдачи, вы должны были получить, да, у кого-то синий, у кого-то белый. То есть вы должны были получить антибактериальное средство. Это наши вот 3 единицы 36 в количестве 1 штука. Вы должны были получить 2 санитайзера, 2 штучки 27-24 и защитную маску. Маска – это замечательная. Маска многоразовая, то есть она подлежит стирке. Вот. И вот такой набор вам должен был прийти. Знаю, что еще наверняка маска не до всех добралась, потому что, ну, какие-то склады не получили, какие-то получили. Сейчас, наверное, даже больше привлекаю внимание именно к первым 2 пунктам. Пожалуйста, пункты выдачи. Кто не получил такое, кому не прислали ни антибактериальное средство, ни санитайзер, или прислали что-то одно, или не дослали по количеству, да, вот санитайзера должно быть 2 штучки. Пожалуйста, напишите директору региона об этом информацию, что я не получила это. Вот. Ну, про маски проговариваю о том, что еще маски дошли не всем. Я знаю, что Дальний Восток географически еще, ну, сильно, далеко не все получили, поэтому ждем. Очень ждем. Мне должны тоже склады сообщить, и я вам тоже обязательно напишу, когда мы начнем рассылку масочек. Маска приходит на пункт выдачи одна, независимо от количества сотрудников, которые там работают. Одна. По количеству держателя, владельца пункта выдачи. Поэтому ждем информацию. Видите, какая маска хорошая, прям очень хорошая, большая, такая со всех сторон, плотно прилегает, прям замечательная. А вот, далее. Хиты со скидкой 70%, которые у нас идут сейчас в седьмом каталоге. Обратите внимание, да, что полный набор – это шампунь новый наш, это маска биомика, зубная паста Нуки и два эликсира Варио. Это как раз-таки полный набор из пяти продуктов. У владельцев пунктов выдачи второй категории для вас доступен набор из трех продуктов – шампунь, маска и зубная паста. Третья категория – это шампунь и маска биомика. И четвертая категория – это у нас только шампунь, новые питания и защита цвета. Поэтому тоже не забывайте про эту привилегию, возможности обязательно оформляйте. Далее напоминаю, что у нас на сайте есть документы для пунктов выдачи, потому что я знаю, что периодически вы обращаетесь, да, кого-то еще ранее не трогали, начинают сейчас приходить с проверками, проверять, задают вопросы. И еще раз я прям вас зову вот в эту новость на сайте, где находятся все документы для пунктов выдачи, которые, ну, то есть это тот необходимый пакет, который вы можете показать, и никто не имеет права закрыть пункт выдачи Феберлик. Поэтому спокойно всегда в любой комиссии, любым проверяющим показываем наш пакет, у нас все есть, нам бояться и скрывать нечего, поэтому мы должны спокойно работать, и если у проверяющих возникают вопросы, они иногда тоже чего-то могут не знать, поэтому просто спокойно показываем. Далее, просто вот тут вам тоже хочу обратить ваше внимание, да, на один документ, сейчас слайд у меня поменяется, ага. Документы действуют, которые там, они до конца апреля, но я думаю, что нам все пролонгируют, потому что вчера было заявление президента Российской Федерации о том, что нам официально уже продлены были все периоды самоизоляции до 11 мая, если я ничего не путаю, или до 12 мая, ну, так. В соответствии с данным постановлением, естественно, будут и пролонгированы все документы, справки, которые есть на сайте. Далее, вот этот документ, который сейчас на экране, посмотрите, пожалуйста, то есть он в числе прочих, да, это документ Минпромторга о том, что мы имеем полное право продолжать свою деятельность, да, и обеспечивать нашей продукцией всех наших покупателей, то есть, ну, в обычном нашем штатном режиме. На основании чего? На основании того, что мы товаропроводящая сеть, снабжающая население товарами первой необходимости. Вот тут вот прямо желтеньким выделено на слайде. Также потому что мы являемся сетью, осуществляющей интернет-торговлю. То есть мы по двух пунктам прекрасно проходим по данному документу и можем продолжать спокойно работать. Если возникают какие-то вдруг вопросы с местными властями, потому что в регионах совершенно бывают разные какие-то правила свои, поэтому, если что, обращайтесь, если будут возникать какие-то сложности. Ну, и всегда, как я говорю, если есть что-то, да, постановление какое-то, просите обязательно для себя в письменном виде, чтобы вам написали отказ, постановление или что они там вам говорят делать. Поэтому нужно обязательно письменный документ, на основании чего вам не дают работать. Ну, еще раз я призываю к тому, что все разговоры с нашими органами власти нужно вести максимально спокойно и корректно. Также хочу еще прокомментировать, вот на следующем слайде поступают вопросы по поводу одного процента, да, одного процента, на который увеличивается агентское вознаграждение для владельцев пунктов выдачи, кому по возрасту, да, более 60 лет, хотелось сказать 80, более 60 лет. Вот, здесь такой момент, то есть оно как бы само по себе не увеличится. Вам обязательно, если вы меняете, допустим, предоставляете, да, на пункт выдачи на время вот этого карантина себе замену, сами не приходите, вместо себя назначаете человека, вам обязательно нужно в обратную связь, в компанию подать эти данные. Это очень важно. То есть если вы не подавали, если вы себе замену никакую не делали в офисе, то есть, ну, поэтому не будет у вас увеличения агентского вознаграждения на 1%. Тут такой важный момент, о котором вы спрашиваете, поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Если есть какие-то вопросы с этим связанные, тоже всегда можете написать, позвонить и задать. На складе в Хабаровске нет ни 27, 24, ни 111, 36. Коллеги, у нас сегодня на складе в Хабаровске приняли 60 тысяч санитайзеров, поэтому прежде чем так вот писать, пожалуйста, проверяйте данную информацию. По 111, 36 тоже была информация, я в чатах писала о том, что в начале мая мы тоже ждем данное средство на склад. Коллеги, далее. По обучению. По обучению. Обратите внимание на май, да, себе тоже где-то пометочку сделайте обязательно в ежедневниках, что 6 мая, 14.00 московского времени, это у нас по ДЕНОС обучение, да, массажные электроды для красоты и здоровья. И 20 мая тоже, это среда, 14.00 московского времени, тоже будет нейроденс ПКМ, да, то есть вы можете посмотреть, послушать это обучение. Ну, если не успели где-то или еще что-то, то всегда можно переслушать в записи, вы это знаете. Также записи сохраняются в сообществах, поэтому обязательно подписывайтесь. Вот обратите внимание, выше на слайде, да, до расписания написано, где находится сообщество, то есть это ВКонтакте и в Инстаграм, собачка.denos.faberlic.official, все просто. Поэтому обязательно записывайте обучение и подключайтесь к обучению. Ну, и, конечно же, наше традиционное обучение в мае продолжается. Это от Академии Фаберлик прекрасные курсы для новичков, для наставников и для руководителей структур. Каждый курс прекрасен, уникален и очень полезен. В режиме реального времени можно задавать нашим замечательным тренерам Академии вопросы. Вот, поэтому тоже себе отметьте, да, в ежедневниках, что у нас для новичков с 11 по 15 мая будет курс, с 18 по 22 это у нас курс для наставников и для руководителей структур, с 25 по 29 мая. Ну, конечно же, будем вам еще напоминать в чатах об этом и приглашать к обучению. У нас постоянно добавляется все больше и больше материалов в раздел «Наш партнерство обучения». Там у нас находятся и записи полезнейших эфиров, да, продуктовых, и листовки, и презентации, которые всегда могут вам стать, ну, таким хорошим подспорьем для работы с новинками. Ну, и не только с новинками, потому что там уже достаточно большая база собралась, и каждый раз даже, готовясь к этому вебинару, всю новенькую-новенькую картинку вот сверху цепляем, уже видно, что их становится много-много-много. Далее. Вот тоже важный такой момент, да, о котором я хочу с вами сейчас поговорить. Мы с вами давно-давно просили мини-каталоги, которые станут нам замечательным инструментом для рекрутинга, для работы с нашими потенциальными новичками. И сейчас уже мы будем, ну, потихонечку готовиться к тому, что мини-каталог у нас выйдет. Ориентировочно выход мини-каталога, учитывая, что нам его нужно разработать, напечатать, подготовиться, планируется на август месяц. Это пока вот так ориентировочно. И в наборе будет 50 мини-каталогов. Примерная стоимость данного набора будет 400 рублей, да, то есть вот такая информация. Сейчас наша задача с вами какая? Мы должны подать заявки, да, в специальной Google-форме. Сейчас нам Мария в чат скинет сюда ссылку на Google-форму. Можно будет прямо отсюда ее забрать и уже потом заполнять, подавать заявочки, да, то есть какое количество наборов, мини-каталогов. Еще раз напоминаю, не в мини-каталогах, не в штучках мы, а в наборах мы измеряемся. То есть в одном наборе 50 мини-каталогов будет. И ориентировочная стоимость одного такого набора – это 400 рублей. Планируемся мы с вами примерно на август, да, чтобы вы тоже понимали, да, что это, ну, так уже к концу лета примерно мы начнем работать с данным инструментом. Но сейчас нам нужно понять, сколько вот таких инструментов нам нужно на наши регионы заказывать, потому что они будут по количеству. Это очень важно. Вы сейчас в Google-форму впишите свою заявку, и вот согласно данной заявке мы будем потом уже делать распределение. Вот. По контенту мини-каталога я сейчас вам на 100% вот так вот не дам информацию. Будут там цены, не будет, да, какие там будут продукты. Но данный, конечно, мини-каталог будет разрабатываться с учетом многих, естественно, факторов очень важных и актуальности в том числе. Поэтому я думаю, что нам все, Юля, сделают в лучшем виде, и об этом нам даже не нужно будет переживать. Вот. Поэтому вот такие все вопросы по содержанию его, ну, наверное, это чуть позже. Но инструмент нам однозначно этот нужен, мы его просили. Поэтому сейчас мы с вами вот на первый тираж подаем заявки, а уже дальше будем смотреть, как он у нас пройдет, да, то есть насколько он нам даст хорошие результаты, да, насколько он сделает тот эффект, который мы от него ожидаем, и будем там уже смотреть и делать, да. Поэтому вот выше сейчас улетела, я уже вижу ссылочка, скопируйте ее куда-нибудь себе. Ну, мы, конечно же, еще в чаты отправим, и заявку очень-очень просим вас в ближайшее время обязательно подать. Далее я напоминаю вам про наш такой потрясающий продукт, да, интеллектуальный продукт Викиум. Цифровой продукт, интеллектуальный продукт, очень-очень полезный, нужный нам сейчас. Поэтому напоминаю, что можно приобрести Викиум в рассрочку. Стоимость его общая 5 тысяч рублей. Это подписка на год. Кто у нас уже пользуется данным ресурсом? Ну, я еще не видела нигде ни одного плохого отзыва, только просто слова восторгов, слова благодарности за то, что у нас появился этот продукт в компании, и появился он как нельзя кстати, то есть очень своевременно, да, когда сейчас и детям это необходимо, которые находятся на удаленке, и там кое-как некоторые справляются с дистанционным обучением, причем мучаются не только дети, но и учителя. Вот, и поэтому Викиум, конечно, это такой хороший тренажер для мозга, чтобы мы совсем не засиделись, да, ни мы, ни наши дети. И детям, и взрослым. То есть это действительно такая потрясающая, потрясающая вещь, которая подходит абсолютно для всех. Вот еще сейчас на слайде, по-моему, или с 4 или с 5 лет уже можно заниматься Викиум. Вот, можно сделать рассрочку 3 тысячи и 2 тысячи, можно купить единоразово сразу, да, 5 тысяч рублей стоимость подписки на год. Продукт этот с хорошими баллами, то есть 80 баллов, ну, если идет рассрочка, то, соответственно, и баллы тоже начисляются по платежам. То есть за первый платеж 50 баллов и за второй платеж 30 баллов. Сейчас у нас идет интеллектуальный чемпионат, поэтому тоже ждите, так сказать, новостей из полей, да, будем обязательно держать вас в курсе. А все, кто в нем участвует, всем, конечно, держим за вас кулачки и желаем удачи. Те, кто не видел вчера открытие чемпионата, обязательно посмотрите в записи. Если не можете найти запись, тоже черканите, мы вам пришлем. Далее, друзья, вот такая тоже важная для вас новость, которую очень-очень сейчас прям призываю вашего внимания, потому что у нас с вами рекрутинг, да, несмотря ни на что, он остается все-таки, наверное, ну, одним из ключевых показателей роста в нашем с вами бизнесе. И в это время, когда мы, ну, обычно, да, мы уже апрель, в принципе, выходим в поля, потому что уже тепло, мы уже начинаем работать на флешмобах, но вот в этом году как-то особые условия случились, это не одна с вами зависит, а рекрутинг-то нам все равно нужен, да, и новички нам нужны, и нужно сделать так, чтобы они приходили. Вот на сегодняшний день, какие варианты, как вы считаете, какие варианты рекрутинга у нас есть, бесконтактного? Да, я думаю, тут есть только один вариант, и, в принципе, вы сейчас все его и напишите, то есть это онлайн-рекрутинг, и у нас есть сейчас с вами продукт, продукт отличный, да, и это продукт санитайзера, в принципе, как бы он работает сам по себе, работает на 100%, нужно только его показать, ну, вот как мне кажется, я думаю, вы со мной согласитесь, показать как можно большему количеству людей, причем, что очень важно, новых людей, не просто показывать его, да, на страничках своих социальных сетей, где у нас наши с вами лояльные, старые добрые подписчики, которые всегда нас лайкают, которые всегда смотрят, да и в основном тоже, которые на сегодняшний день являются консультантами компании, лидерами компании, да, то есть, ну, я имею в виду нашей, конечно же, компании Фиберлик, то есть мы, в принципе, многие друг на друга подписаны, поэтому, а нам нужны новые люди, нам нужны, нам нужен рекрутинг, и вот здесь у нас вместе с Российской Лигой наших регионов возникла такая идея, которую мы проработали, и, в принципе, уже готовы буквально завтра пригласить всех абсолютно вас, все ваши команды, все, кто вот у вас есть, прям подключайте максимальное количество людей к обучению, обучение это будет бесплатно, мы его проведем и сделаем такое, техническое это будет обучение по настройке рекламы в социальной сети Инстаграм, да, то есть, если вы не умеете, да, на сегодняшний день делать, не знаете или хотите узнать, может быть, какие-то дополнительные нюансы, может быть, у вас есть какие-то вопросы, вы знаете, но что-то не полностью знаете, хотите, может быть, посоветоваться, обязательно приходите на это обучение завтра в 5.00 по московскому времени, вот, и приходите уже с готовыми, с готовыми сформулированными вопросами, если они у вас есть, если нет, то просто приходите и учитесь делать настройку рекламы. На сегодняшний день можно просто сделать настройку на рекламу санитайзера и получить, ну, достаточно хороший эффект, да, потому что я говорю, что есть этот продукт, который работает сам по себе, но санитайзер – это как пример, рекламировать можно все, что угодно, дальше уже, как вы уже будете по своим ощущениям, по своим предпочтениям давать рекламу. Почему приглашаю вас прям, чем больше, тем лучше, потому что чем больше людей из вашей команды, и вы сами придете на это обучение, чем больше вы получите знаний вот по настройке именно рекламы, тем больше у вас потом по итогу сделают, да, в ваших командах, люди сделают это, и тем больше, соответственно, реклама выстрелит. То есть, ну, процент, понятно, что, допустим, пришли у нас 10 человек, научились 7 человек, получилось потом по итогу у 5, выстрелило там у 2, но у 2 же выстрелило, поэтому чем больше вы приведете людей, тем больше будет результат и по команде в том числе, ну, и, конечно, что скрывать по нашим регионам, конечно же, тоже. Поэтому завтра мы вас ждем, обучение для нас проведет Глеб Сугак, это приглашенный, скажем так, тренер, вот, он не является таргетологом, но всю свою рекламу он настраивает сам, и поэтому он совершенно бесплатно поделится теми знаниями, которые у него есть. Мы его попросили, мы его знаем, вы его тоже многие знаете, вот мы его попросили, он для нас это обучение проведет. Рекомендация вот такая, я прописала на слайде, заходите, пожалуйста, через компьютер, потому что если зайдете через мобильный телефон, есть вероятность, что будет подвисать связь, есть вероятность, потому что, ну, Глеб, скорее всего, будет показывать демонстрацию экрана, и может что-то не быть видно, поэтому тоже важно заходить через компьютер. И вот, ну, и такая рекомендация, приглашать как можно больше участников команд. Я вам сказала, почему. Я думаю, вы со мной здесь согласитесь. Ссылка будет обязательно, это будет здесь в Proof.me на нашей площадке. Ну, и как я уже сказала, если есть вопросы, кстати, вот тоже большая просьба, вдруг у вас есть сейчас уже какие-то конкретные вопросы по именно настройке рекламы. Вы их мне напишите, а я их Глебу передам. И он вам завтра уже, может быть, как раз вот и уже готовые ответы прямо в ходе вебинара вам даст. Ну, и потом также после вебинара мы сделаем такую, ну, небольшую вам подсказку, вам и вашим людям, распечатку такую, да, то есть, не знаю, чек-лист, нет, наверное, не чек-лист, неправильно, все-таки больше шпаргалку, по которой вы сможете потом настраивать эту рекламу, потому что, ну, первый раз всегда сложно и рука дрожит, и кажется, что что-то забыл, что-то делаешь не так, вот. Поэтому я думаю, что такая распечатка будет очень кстати. Это будет по итогам вебинара обязательно вам отправлено, вам и вашим командам. То есть, ну, там уже вы, как руководитель структуры, как руководитель команды, уже тоже на себя возьмите инициативу по максимуму, чтобы разослать это своим людям. Так. Ну, вот так. Это по обучению завтра. Еще раз вас приглашаю. Вроде как все сказала, что хотела сказать, поэтому, ну, если кто-то не знает, кто такой Глеб, ну, Глеб работал. Два года назад он был региональным менеджером компании «Фаберлик» на Дальнем Востоке, поэтому он нас знает, любит и с нами дружит, и никогда не отказывает. Вот. Ну, и сейчас он занимается, у него своя студия видеопроизводства, и он к рекламе очень близок. Я думаю, что он может нам быть полезен. Ну, также я хочу сказать, что если кто-то из вас вдруг на сегодняшний день готов поделиться знаниями по Таргету и присоединиться, может быть, даже мы и сделаем. Завтра давайте совместно это обучение. Просто мне тоже напишите, что вы, например, знаете, умеете, и мы можем как-то скооперироваться, например, с Глебом и вот нашу огромную команду Сибири и Дальнего Востока научить и помочь людям в такую трудную минуту выйти и выйти в поля такие онлайн и рекрутировать, ну, для кого-то, может быть, не совсем обычным и не совсем привычным способом. Далее, следующая такая чудесная новость. На слайде я уже перелеснула. У нас с вами, начиная с этого четверга, то есть завтра, опять-таки, да, с 15.00 по московскому времени стартуют прямые эфиры в Инстаграм с топ-лидерами по Берлик Сибири и Дальнего Востока. То есть мы делаем свои прямые эфиры. Это будут двойные эфиры. Это будет очень интересно, очень необычно, поэтому тоже следите за новостями, начиная с четверга, потом понедельник. Даже вот, коллеги, не знаю, наверное, мы гостя чуть позже на завтрашнего эфира объявим, но это будет очень интересный гость. Я уверена, что все вы любите этого человека, поэтому обязательно тоже следите за нами, и новости будут в нашем, в том числе на нашем Инстаграм-канале. Это Инстаграм-странички, вернее, уже заговариваюсь, Фаберлик СибДВ, там, где тоже наши два региона. Поэтому будьте с нами и тоже учитесь и присоединяйтесь к эфирам. Ну и в финале, да, мы обычно с вами всегда на наших совещаниях говорим о том, какие у нас прошли мероприятия, вспоминаем, рассказываем. Но так как мы сейчас с вами находимся в таком периоде, опять-таки, да, конечно, нам всем больно и тяжело, и уже просто все чешется от того, как хочется поскорее встретиться уже в офлайн, и пообниматься, и пообщаться, и обменяться опытом и эмоциями. Но, тем не менее, вот сейчас мы много-много-много стараемся работать в онлайн-формате. И, конечно же, я хочу поблагодарить и я, и Мария, и Лиги, да, наша Российская Лига, и Лиги наших территорий, все-все-все. Мы очень сильно благодарим те команды, которые участвуют во флешмобах. То есть появляется какая-то идея флешмоба. Вы же видите, да, даже по соцсетям, насколько ее подхватывают, как ее творчески, креативно и классно реализуют. Это просто постоянно какой-то всплеск эмоций, улыбка на лице. И я думаю, я уверена в том, что когда команда готовится к тому, что получится готовый продукт, готовый ролик где-то в соцсетях, я думаю, что это тоже большое удовольствие быть в процессе подготовки и в процессе вообще быть причастными и участвовать в этом флешмобе. Также, конечно же, хочется поблагодарить наших лидеров, авторов еженедельных историй в Инстаграм. Те дежурства и то, что вы делаете сейчас, это настолько бесценно и настолько здорово и так сильно мотивирует, вдохновляет всех нас, что прошу только об одном – продолжайте, не бросайте. И когда у нас там график дежурств закончится, пожалуйста, давайте его продлевать, потому что это важно, это нужно, и у всех только самые лучшие отзывы. Я знаю, что если бы не было у нас вот этого дежурства, если бы на нашей стратегической сессии мы не приняли решение об этом, то ну так вот иной раз себя и не заставишь. Сегодня написал, завтра нет. Но так как вы чувствуете ответственность, я вижу, что каждый день у нас есть посты, каждый день у нас есть какие-то истории, которые очень сильно поддерживают всех, абсолютно всех консультантов наших регионов. Ну и большое спасибо тем, кто работает у нас прям ежедневно, ежечасно над пополнением нашей базы видеороликов о продуктах. Я, честное слово, вижу на разных, самых разных страницах Инстаграма те ролики, которые у нас появляются, те ролики, которые мы снимаем, о продуктах я имею в виду, которые мы снимаем и делимся опытом. Они есть, их используют, они дают результаты, поэтому это тоже то дело, которое нам необходимо продолжать, и это тоже бесценно и очень-очень важно для каждого. Ну и, конечно, наши вебинары по четвергам. Хочется поблагодарить всех спикеров, которые иной раз, да, поздно, потому что на Дальнем Востоке иногда бывает 11 часов вечера, а все равно спикеры выступают, делятся опытом, рассказывают и стараются быть максимально полезными тоже всем, всем, всем. Поэтому это тоже наши четверговые вебинары, это тоже наша такая большая-большая гордость и большой проект, который мы все вместе с вами делаем. Поэтому всех, кто работает над этим, спасибо, низкий поклон. Всех, кто хочет включиться, мы благодарим. У нас все хорошо, мы идем с вами замечательно. Мы, и не просто, да, у нас, как Мария сказала, растут статусы и закрепляются, и открываются. У нас на Дальнем Востоке тоже есть, я вот сейчас скажу, забегая вперед, я честно, я не буду говорить, кто, но я скажу, у нас есть уже два раза, два периода бриллиант, поэтому мы очень ждем, что еще через шесть раз мы будем поздравлять новый статус. Сильно ждем, я прям очень держу кулачки, горжусь, и я уверена, что это не единственный консультант, который делает такие большие успехи. Поэтому все хорошо, мы работаем, мы не стоим на месте, мы развиваемся, и я считаю, что работа, которую мы проделываем с вами, даже вне наших привычных каких-то действий, которые мы делаем, она все равно идет очень большая и колоссальная, впереди еще больше. Может быть, как раз-таки вот эта возможность и то, что нас насильно, можно сказать, посадили всех дома, может, это нам и даст новый толчок, новые горизонты откроет, правда же? Ну и на слайде написано «Скоро Алтай», друзья, «Скоро Алтай» – это вот чем я хотела закончить сегодня, чтобы вам немножечко погрело эту душу, наша «Скорая встреча», а почему именно Алтай? Встречек-то будет еще много, я уверена, что не только август, потому что нас выпустят по-любому раньше августа. Но Алтай – это 175 человек, которые уже записались. Это такая команда огромная. Я прям даже, если честно, с трудом могу себе представить, как вот мы там все на Алтае, 175 человек, но я думаю, что это будет что-то очень грандиозное. Поэтому, друзья, вот так. Все хорошо, вам больших успехов. Мы здесь с вами рядом. Если остались какие-то вопросы, потому что сегодня было много информации, если что-то где-то потерялось в чатах, то обязательно пишите, обязательно звоните. С оплатой чего? Лариса? Коллеги, давайте я еще буквально минутку почитаю ваши вопросы. Может быть, что-то упустила. Так, ну по лукбуку, Марина, я ответила, да, что, в принципе, если есть такая прям срочная необходимость, и консультанты спрашивают, обязательно расскажите про возможность поступить, стать студентом школы моды и стиля Фоберлик и лукбук обязательно каждому студенту подарят. Татьяна пишет... Ой, убежала. Так, я вижу, что Мария тут отвечала. Чат такой просто очень подвижный, прям вот просто у меня мигает. Татьяна написала Денисова про Викиум. Всего два дня на тестирование бесплатное. Участие в чемпионате – возможность бесплатно протестировать Викиум. Ну, это не вопрос, это, я так понимаю, Татьяна просто делится таким лайфхаком, где можно действительно протестировать. Правда, всем, кто участвует в чемпионате, действительно, да, есть возможность протестировать. Про прайс Мария отвечает. Спасибо за ответ. Мария, да, тут тоже был ответ. Какие условия поступления на стилиста? Коллеги, давайте продублируем вам полностью ссылочку на лендинг, именно на сайт школы моды и стиля. Там все-все-все очень подробно расписано. Какие условия поступления на стилиста? Все, тогда я себе тоже записала, что я пообещала вам прислать.